МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Огнинск ТВ новости. В студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Субботник с министром Варвара Антохина присоединилась к волонтерам, которые очистили на днях территорию вокруг дачи Бугры. Мастера грузинского многоголосия. Московский ансамбль Акапелла Сокартвелло выступил в Боровском районе. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. 19 мая в Огнинске прошел очередной субботник. На этот раз горожане устроили уборку особо охраняемой природной территории, усадьбы Бугры, которая имеет статус памятника природы регионального значения. К волонтерам присоединилась и министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина. Она помогла добровольцам очистить лес от мусора и сухих веток, после чего для нее провели экскурсию по окрестностям дачи Бугры. Яна Гончаренко продолжит тему. Усадьба Бугры была построена в 19 веке и принадлежала потомкам Абнинских, а позже стала дачей художника Петра Петровича Кончаловского. На протяжении многих лет он отдыхал здесь весной и осенью вместе со своей семьей. Именно в Буграх были созданы многие его пейзажи. Сейчас дача является памятником природы регионального значения Калужской области и принадлежит потомкам знаменитого художника. Ежегодно в окрестностях Усадьбы проходят массовые субботники. В этом году участие в нем приняла и министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина. Данный субботник является одной из форм экообразования, когда привлекаются и сотрудники, и жители, и волонтеры, и местные предприятия для решения как раз общих вопросов. Ведь это и улучшает качество жизни и населения, и также сохраняет уникальную природу нашего края. Варвара Антохина отметила важность сохранности памятника природы. В ходе мероприятия для нее была проведена экскурсия по территории усадьбы. Местные жители попросили министра экологии помочь ограничить въезд на эту территорию, пояснив, что тогда и субботники проводить будет не надо. По их словам, мусорят здесь именно заезжие туристы. Варвара Антохина в ответ напомнила, что перед въездом на дачу установлен информационный указатель, которого, впрочем, она считает недостаточным. По итогам свободника было собрано 40 кубометров мусора. Участники мероприятия не забыли развести скворечники для птиц. По окончанию уборки приятным дополнением к ней стала еда военно-полевой кухни и общее фото на память. Яна Гончаренко, Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ В администрации соседнего Балабанова сегодня обсуждали проблему ремонта детских площадок. Где взять деньги на восстановление игровых зон для детворы и кто должен обслуживать эти территории, узнала Евгения Борода, которая присутствовала на традиционном совещании руководителей городских служб. По информации представителей районного отдела МВД, хроника происшествия, случившегося в Боровском районе, пополнилась тремя кражами. Расследуют полицейские и дело об изнасиловании жительницы Балабанова. К тушению пожара, который случился 19 мая в городе Ермольна, были привлечены и сотрудники Балабановской пожарной части номер 61. Глава администрации Вячеслав Парфенов отметил сложенную работу спасателей. Он также рекомендовал проверить состояние гидрантов, расположенных на территории города. Надо взаимодействовать, я вам еще раз говорю, между собой. Вот пожарный не знает, Владимир Анатольевич, ты вот сделал хорошую работу, молодец. Надо Алексея Евгеньевича что-то пригласить, допустим, пожарный, что, ребят, вот у вас был акт, давайте переделывать акт. Поэтому сейчас проверьте по тем неисправным гидрантам и мне акт на стол положите. Перейдя к теме благоустройства города, Вячеслав Парфенов поручил своему заместителю взять на контроль работы по ремонту детских площадок. Как рассказал Алексей Степанов, на реконструкцию уличных сооружений необходима сумма в размере 600 тысяч рублей. А руководитель администрации города отметил, что часть затрат могут покрыть и сами жители Балабанова, которые не следят за площадками в своих дворах. Давайте в первую очередь, лучше мы там поучаствуем, собрать, вот Московское, только одно условие. Или инициативное бюджетирование, Наталья Александровна. Там есть миллион, там, миллион, там. Ну, там должно быть софинансирование жителей, пускай они готовятся. Если нет, мы эти деньги потратим в Балабаново или Надежинского. Или вторая программа, это благоустроенная городская среда. Вот улица Московская должна участвовать в этой программе, правильно говорю. По-другому, просто так я покупать ничего не буду, с учетом софинансирования граждан. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Нина Филатова попросила руководство Балабановской управляющей компании привести в должное состояние полуразрушенное крыльцо городской библиотеки. Эти провалы там образуются постоянно, потому что некачественно сделана работа после ремонта. Лоток, в котором находятся трубы, он не накрыт сверху ничем, поэтому все время проваливается то асфальт, то вот теперь уже ступеньки крыльца. При этом директор управляющей компании РЭО уверена, что за ремонт крыльца должен отвечать сам виновник обрушившейся бетонной плиты. Найти крайнего не удалось и в проблеме, касающейся расчета суммы задолженности горожан за коммунальные услуги. Вячеслав Викторович, самое интересное, что мы даже денег не просим. Мы объясняли людям, кому вы поручили это, что не надо деньги. Отдайте нам акты подписанные и не надо. Мы деньги подождем. Нам сейчас не срочно. Документы оформить и все. Я не буду называть фамилию, есть ответственные. Зачем я буду называть фамилию еще это? Все знают. Вот у меня есть такое предложение. Пусть финансово-экономический отдел этим вопросом занимается. В этом году в планах Балабановской власти привести в должное состояние здание двух муниципальных учреждений. 28 мая вход в городской спортивный комплекс будет закрыт до окончания всех ремонтных работ. А вот когда будет приведен в порядок зрительный зал местного Дома культуры, пока что неизвестно. Это будет зависеть от того, как скоро технический проект обновленного здания будет согласован с руководством города. Евгения Борода, Алексей Резовый, Хобнинск ТВ, Балабаново. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних суток, расскажем в следующем сюжете. Утро понедельника, 22 мая. Надолго запомнят хозяева этой квартиры. Пока они были в отъезде, в их дом наведались непрошенные гости. Воры проникли в помещение через окно и забрали все, что представляло ценность. И похоже, что преступники побывали здесь за несколько часов до возвращения хозяев. В минувший понедельник в полицию обратились представители почтовой службы. При пересчете наличных денег сотрудники организации обнаружили фальшивую купюру достоинством в 5000 рублей. Подделка уже направлена на экспертизу, а путь ее попадания в кассу Почты России сейчас выясняют сотрудники АБЭП. Около четырех часов дня местом аварии стал один из перекрестков улицы Университетской. Со второстепенной дороги сюда выехала легковая иномарка, водитель которой почему-то не пропустил ехавшую по прямой газель. В результате столкновения два пассажира микроавтобуса получили травмы. Обеих девушек доставили в больницу для обследования. Грузинский ансамбль Акапелла Сокартвелло выступил на днях в Боровском районе. Артисты спели на территории храма в селе Тимашова. По приглашению местного батюшки мастера грузинского многоголосия приезжают сюда уже второй год подряд. Екатерина Замахина продолжит. Утренняя литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тимашова в это воскресенье звучала по-новому. По очереди богослужебные песнопения исполняли местный хор и коллектив ансамбля Акапелла Сокартвелло. Мастера грузинского многоголосия приехали в Тимашово из Москвы, чтобы выступить для прихожан. А перед началом концерта приняли участие в церковной службе. Когда русский хор поет и в храме стоим, вообще, когда хор поет, нам очень нравится, это не хочется. Вот с нашей стороны, вот так, понимаете, когда вот это классическое, вот случайно, а им нравится вот это народное, что-то там свое, наверное, чужое. Иногда удивляемся, четыре человека встанем и споем, там 50 человек, знаешь, и аплодируют. Думаю, что им четыре человека, а мы это большой хор-капеллу слушаем. Нам нравится ваша русская и русским нравится наша организация. С импровизированной сцены под стенами храма в это утро звучали как грузинские, так и русские песни. Одну из них под названием «Ты, любовь святая» с артистами исполнил и настоятель Тимашовского храма, протеерей Антоний Сомик. По его приглашению ансамбль приезжает в Тимашово уже второй год подряд. Ведь они же приехали, знаете, привезли нам свою культуру грузинскую, да, она же вековая культура, так и наша культура, да, российская, она же вековая. Мы имеем самое лучшее, хорошее. Жаль, что мы все это забываем. Вот в нашей суете мы все забываем. Поэтому я стараюсь людям напоминать, что есть много чего хорошего в жизни. Вокально-инструментальный ансамбль Акапелла Сокартвелла состоит из профессиональных певцов и инструменталистов грузинского фольклорного искусства. Это солисты таких знаменитых хоров Грузии, как государственный академический ансамбль песен и танцев Кутаисия, а также коллективы Баграти, Мерети и Мартви. Артисты составляют хор храма великомученика Георгия Победоносца, расположенного на Большой грузинской улице в Москве. 14 лет назад, когда приехал я сюда, мы приехали и спели Твилисо, спели. И как я увидел, плачут все, русские сидят, еще раз попросили Твилисо, еще раз помочь. Я в шутке ребятам сказал, если гимн России, ну в шутке сказал, если гимн Москвы, Твилисо, значит останемся здесь. Если народ так нас любит и наши песни, давайте будем работать. И остались. Местная публика не жалела аплодисментов для талантливых музыкантов, а сами артисты, прощаясь с Тимошова, отметили гостеприимность слушателей и местного батюшки, благодаря которому эта встреча и стала возможной. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Огненск ТВ, Боровский район. В современном мире человек окружает море информации. Новые времена цифровых технологий диктуют новые стандарты образования. Многие взрослые задаются вопросом, как научить своего ребенка быстро и качественно воспринимать школьную программу. Уже два года в нашем городе работает уникальная школа, которая помогает детям и родителям стать успешнее в освоении знаний. Обучение в школе скорочтения проходит в полуигровой форме. Тренинг построен таким образом, что дети за одно занятие успевают сменить около 20 видов деятельности. То есть комплексно потренировать память, внимание, скорость мышления. Группы формируют не только с учетом возрастных особенностей, но и по уровню подготовки. Каждое упражнение по принципу синергии дополняет другое. Для детей 70 минут занятий пролетает мгновенно. Интересные развивающие уроки, живое общение со сверстниками и профессионалами-педагогами – залог успешного усвоения навыка. Посещаем мы уже девятое занятие, сюда ходим. Улучшить навыки чтения, понимание, скорость чтения. Я очень довольна, что мы сюда попали, что мы сюда ходим. Девочка действительно начала лучше читать, лучше понимать, научилась пересказывать тексты, что очень приятно в школе, мы тоже заметили результат. После каждого занятия тренер вместе с воспитанниками видит результаты своего труда. Ребенок сам оценивает свои достижения. Это способствует формированию мыслеформы. У меня получается, я могу, учиться можно весело. А по окончанию курса детям выдают именные сертификаты. Я очень много стала успевать и пополнила свой лексикон. Мне нравится, потому что я узнаю здесь много нового и учусь быстрее читать. У меня здесь появилось еще много очень друзей. Тут интересно, весело, тут помогает. А никогда одна моя учница говорит, что все зависит от чтения. Если я буду больше читать, то мне по-русскому, по математике будет все лучше. Запись на собеседование в течение учебного года ведется за месяц, а на летние интенсивы с нового года. Перед началом обучения ребенку вместе с родителем нужно пройти собеседование. На нем рассказывают правила школы, смотрят текущий уровень подготовки, а также знакомят с методикой и тренером. На основании этого подбирается курс, который поможет достичь результата именно данному ученику. Школа дает гарантию на свое обучение и возможность возврата денег, которые прописаны в договоре. Авторская методика позволяет держать высокую планку качества оказания образовательных услуг. Когда мы научились быстро читать, нам нужно где-то сохранять эту информацию. То есть дальше мы предлагаем, можно пойти на тренинг по памяти. То есть там мы изучаем, тренируем все виды памяти, которые есть у человека и помогаем им правильно сохранять информацию с помощью определенных эффективных методик. У нас есть также курс по структурированию информации. То есть важно не только уметь ее прочитать, запомнить, но и уметь рассказать. В Обнинской школе скорочтения есть занятия и для взрослых, что актуально для людей, работающих с большим количеством информации, а также желающих просто держать свой интеллект в тонусе. Находится школа скорочтения Ахмадулина в центре города по адресу улица Белкинская, дом 2, вход со двора. Записаться на собеседование можно по телефону 8-910-524-44-66. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам рассказать. Напоминаю, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего самого лучшего и прощаемся до завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok